Как вы знаете, завтра в нашей стране День Отца, и потому служение сегодня у нас посвящено этой теме. Однажды дочь говорит отцу, «Папа, когда я вырасту, я буду такой же красивой, как ты». Как и вы, он тоже удивился, говорит, «Я думаю, ты будешь такой же красивой, как мама». Она говорит, «Нет, как мама – это долго». Я видела, как она сначала накладывает крем, потом тушь, потом помаду, потом работает над прической, и вы понимаете, что это только лишь скелет программы, мы сейчас упомянули, так? А ты встал, умылся и уже красивый. «Папа, когда я вырасту, я буду такой же красивой, как ты». Вот эту фразу или подобную ей дети произносят часто. «Папа, когда я вырасту, я буду как ты». Чаще всего ее произносят именно мальчики. Им кажется, что их отец самый сильный, самый ловкий, самый умный, самый успешный. И дети, они впитывают все, что видят и слышат от отца. Но многие не отдают себе отчета, насколько верны эти слова. «Я вырасту и буду как ты». Моя проповедь сегодня называется «Буду как папа». И мы вначале посмотрим на яркий, четко сформулированный тезис, который неоднократно повторяется в Библии в этом отношении. Ивангелие от Иоанна, 8 глава, 38 стих. Говорит Иоанна 8, 38. «Я говорю вам, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Образ отца формирует мировоззрение, слова и поступки ребенка. «Я говорю то, что слышал, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Дети повторяют, подражают, имитируют поступкам родителей. Еще один отрывочек книга пророка Иезекииля, 16 глава, 44 стих, Иезекииля, 16-44. «Вот всякий, кто говорит притчами, может сказать о тебе, какова мать, такова и дочь». Феномен отражения, запечатления в характере, в мировоззрении, в словах и жизни ребенка, того, что он видел у своих родителей, запечатлен как на страницах Священного Писания, так и в опыте многих из нас. Как в народе говорят о расстоянии между яблоком и яблоней. Какое расстояние? Недалеко. Недалеко. И здесь, безусловно, есть разные причины. Есть генетика. Деточки рождаются разными и в разной степени похожими на своих родителей. Но мы сегодня говорим о втором факторе, о социальном факторе. Это называется в психологии социальное воспитание. Социум, в котором растет человечек, накладывает на него впечатление, не только накладывает, но часто и формирует и определяет, что представляет собой этот человечек. И потом уже включается позже третий фактор – фактор личного выбора. Но часто, даже понимая, что вот те или иные элементы, которые ребенок видел у отца или у матери, они не стоят того, чтобы их воспроизводить в своей жизни, несмотря на то, что ребеночек говорит, а я не буду так, как они. Все равно по умолчанию заложенная многими годами проживания с этими взрослыми людьми программа, она то и дело прорывается. И многие обнаруживают в себе слова, привычки, мысли, тезисы своих родителей. Буду как папа. Это вот базовый тезис. Давайте теперь приведем несколько примеров из Священного Писания на эту тему. Вот Священная История рассказывает нам о жизни нескольких поколений одной семьи. Давайте посмотрим для начала на книгу Бытие, 12 главу, и прочитаем там стихи с 10 по 13 и затем 18. Бытие, глава 12, стихи с 10 по 13 и затем 18. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре жене своей, вот я знаю, что ты, женщина, прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Стих 18. «И призвал фараона Авраама и сказал, что ты это сделал со мною? для чего не сказал мне, что она жена твоя?» Вот такой эпизод. Понятная ситуация, реальная угроза. И вот Авраам говорит о Саре жене своей, что она его сестра. Проходит время, и в 20 главе книги «Бытие» мы находим схожую ситуацию. Стихи 1, 2, 9 и 13. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраама Саре жене своей, она – сестра моя. И послал Авимелех царь Герарский и взял Сару, как перед этим и Авраам тоже взял Сару. Стих 9, «И призвал Авимелех Авраама и сказал ему, что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мной дела, каких не делают?» Стих 13, Авраам говорит, «Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей, сделай со мною сию милость». То есть он сказал своей жене Саре, «в какое не придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой». То есть мы находим, что вот эта вот привычка выдавать жену за сестру, лукавить минимум, обманывать, вводить в заблуждение окружающих, это не был случайный акт, это не была случайная слабость. Мы видим вот два эпизода, и в рамках второго эпизода мы узнаем, что оказывается, такой был договор. «Обратили внимание, в какое не придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой». То есть это был образ жизни. Авраам так всегда делал. Об этом человеке в Библии рассказано очень много возвышенного, достойного подражания, того, что ставится позже в пример. Но Библия также правдиво описывает и недостатки своих героев. И в данном случае Авраам явно не на высоте. Это отец. Как звали сына Авраама? Исаак. Вот мы листаем несколько страниц дальше, доходим до 26 главы книги «Бытие» и прочитаем там стихи с 6 по 10, 26 глава 6 по 10. Исаак поселился в Гераре. Жители того места спросили о жене его, и он сказал, «Это сестра моя». Потому что боялся сказать «жена моя», чтобы не убили меня, думал он жителей места сего заревеку, потому что она прекрасно видома. Но когда уже много времени он там прожил, Авимилех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с ревекою, женою своей, и призвал Авимилех Исаака и сказал, «Вот эта жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя?» Исаак сказал ему, «Потому что я думал, не умереть бы мне ради нее». Но Авимилех сказал, «Что это ты сделал с нами? Едва один из народа не совокупился с женою твоей, и ты ввел бы нас в грех». Итак, Исаак делает то же, что делал Авраам. «Буду, как папа». Но самая удивительность заключается вот в чем. Присутствовал ли Исаак в Египте, когда Авраам сделал это в первый раз? Нет. Присутствовал ли он в Гераре, когда Авраам сделал это еще раз? Нет. Но тем не менее, Исаак, сын своего отца, ведет себя точно так же, слово в слово, как отец. Почему? Мы уже читали, это не были эпизодические случаи в жизни Авраама. Это был его образ жизни. Это повторялось много раз. У нас два эпизода описано, но текст говорит, в какое место не придем, вот что мы будем говорить. То есть Авраам это делал везде и всегда. И вот выросший в этой семье, Исаак маленький, безусловно, слышал историю, как фараона удалось ввести в заблуждение, как Авимелеха удалось ввести в заблуждение. И, возможно, и в других местах. Мы не знаем. Мы знаем только о договоре. И это сформировало мировоззрение Исаака. И он ведет себя точно так же. Вот это один эпизод. Отцы, то, что вы делаете, формирует ваших детей. Еще один пример. Давайте перенесемся на несколько сот лет вперед. И вот откроем первую книгу царств, вторую главу, стихи 12, 13 и 17. «Сыновья же Илья были люди негодные. Они не знали Господа и долга священников в отношении к народу». 17 стих. «И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношения Господу». Дальше в этой же второй главе 29 стих. Господь говорит, «Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты, Ильи, первосвященник, предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля?» Мы находим, что Ильи, первосвященник, попустительствовал своим сыновьям. Он знал, что они делали. Щадя некоторых из вас, я не прочел все, что они там делали. У святилища только лишь описание. Они были люди негодные, и они не знали Господа и долга священника по отношению к народу. Ильи знал, что они делают, и вместе с тем не возбранял им. Как первосвященник, несущий ответственность за служение в святилище, он должен был что сделать? Он должен был отстранить их от служения. Если бы они не изменились, если бы они не исправились, потому что они бесславили Господа. Это было в его власти. Они его подчиненные. Он первосвященник, а не священники. Он своим сыновьям попустительствует совершать грех дальше и дальше. Это вот одна семья. Давайте посмотрим на еще один отрывок. Первая книга царств, восьмая глава. Несколько глав листаем вперед. Прочитаем первые пять стихов. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем». Сам Самуил был кто? Судья. Он старший судья, он главный судья, он верховный судья земли. И он своих сыновей поставил судьями над Израилем. Имя старшему сыну Иоиль и имя второму сыну его Авия. Они были судьями Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки, и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в раму и сказали ему, «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими». Что же мы находим? Главный судья знает, что его сыновья, судьи, берут взятки. Он знает о коррупции, и к нему приходят уже с жалобами. И вместо того, чтобы отстранить их от должности судей, он им попустительствует. Точно так же, как было у Илья, первосвященника, и его сыновей. Вопрос. Вопрос. Почему Самуил ведет себя таким образом? Есть ли какие-то догадки на основании материала Священного Писания? Спасибо. Самуил вырос в семье Илья, первосвященника. Когда он был совсем маленьким, мама его, вот как только он был отнят от груди, мама его принесла к месту святилища, и он жил с первосвященником. То есть, по сути, воспитывал Самуила Ильей. Он был для него вот тем, кого тут называют «father figure». Он был для него, он заместил для него отца. Смотрите, что происходит. Как вы думаете, кто полагает, кто предполагает, что Ильей говорил, «Слушай меня, мальчик Самуил, когда ты вырастешь, и у тебя, даст Бог, будут сыновья, и они будут нарушать Божьи законы, бери пример с меня». Попустительствуй им, не проявляй свою власть, не отстраняй их от служения. Есть кто-нибудь, кто так вот думает, что так ему Ильей внушал? Конечно же, нет. Самуил это просто видел. Самуил вырос в этом формате. Он впитал эту программу, и он ведет себя точь в точь, как Ильей. Вырасту и буду, как папа. Вот это два примера из Священного Писания, для которых у нас есть место в рамках сегодняшней пробычи, чтобы показать, насколько это в действительности реально. Дети впитывают все, что они видят в своих родителях. «Я говорю то, что видел у отца своего, а вы делаете то, что видели у отца вашего», – говорил Иисус Христос. Потому давайте теперь чуть ближе к практике. Вот у нас есть тезис, вот у нас есть два примера из Священного Писания, несколько практических тезисов. В английском говорят так. Actions speak louder than words. Что означает? Действия говорят громче, дословно, чем слова. Действия громче слов. То есть дети воспринимают не столько то, чему родители их учат словесно, вербально. Дети воспринимают больше то, что они видят в своих родителях. Они воспринимают то, что родители делают. Когда отец учит сыночка, «Сыночек, врать нельзя!» Написано в Библии, «Не произнеси ложного свидетельства на ближнего твоего». Написано, «Не лгите, не обманывайте друг друга». Запомни, это очень важно. «Мерзость пред Господом устал живые». Вот это вот родитель наставляет своего сыночка. И тот наизусть это знает. А вот когда сосед приходит получить взятый в долг и стучит в дверь, и папа видит, что пришла пора расплаты, он говорит сыночку, «Петенька, скажи соседу, что папы дома нет». И Петенька выходит и что говорит? Это хрестоматийный пример. Папа сказал, папа попросил передать, что его дома нет. Родитель учит все правильно. А его поступки – это как раз то, что определяет, каким, скорее всего, станет его сыночек. Отцы, как вы отзываетесь о людях, о ваших соседях, о братьях и сестрах в церкви? Как вы реагируете, ведя автомобиль? Что вы говорите о тех, кто себя некорректно ведет на дороге? Вот ваша реакция, ваше поведение, ваше отношение – это то, что дети впитывают, и это, скорее всего, будут воспроизводить. Поэтому, дорогие отцы, живя, вы не просто решаете свои вопросы. Если у вас есть дети, вы не просто решаете вопросы своих взаимоотношений с женой, с родителями вашими, с родителями вашей жены, не просто это то, что касается ваших взаимоотношений с вашими детьми. Делая все это, вы программируете своих детей на определенные мировоззрения, на определенные поведенческие параметры. Это очень важно осознавать. Ваши дочери, дорогие отцы, скорее всего, выйдут замуж за тех, кто похож на вас, потому что они привыкли вот к такому типу мужчины рядом. Ваши сыновья, скорее всего, будут относиться к своим женам, как вы, отцы, относитесь к своей жене, потому что они программируются на протяжении многих лет именно так. Если, например, вы, отцы, повышаете голос на своих отцов или матерей, на дедушек, то бишь ваших отпрысков, то, скорее всего, именно так же с вами будут разговаривать дети, когда вы будете в пожилом возрасте. Есть известная иллюстрация на этот счет. Это произведение братьев Гримм, которое называется «Старый дед и внук». Читали. Лев Николаевич Толстой заимствовал и несколько переначил этот рассказ. И он известен как его творение также. Вот текст. «Жил некогда на свете дряхлый-предряхлый старичок. Зрение у него слабело, и слух тоже, и ноги ступали нетвердо. Сидя за столом, он едва мог держать ложку в руках, расплескивал суп по скатерти. Да случалось иногда, что суп у него изо рта капал на стол. Его сыну и невестке было противно смотреть на старика. И потому-то старый дед должен был наконец переселиться из-за стола в особый уголок за печкой, где ему стали давать кушанье в небольшой глиняной мисочке. Тогда он с грустью встал из своего уголка, вставал из своего уголка, стал поглядывать на стол, где обедали все остальные члены семьи. И глаза его бывали влажны от слез. Случилось однажды, что его слабые дрожащие руки не смогли удержать и глиняной мисочки. Она упала и разбилась. Молодая невестка стала его бронить, а он не отвечал ей ни слова и все, только вздыхал. Взамен глиняной мисочки они купили старику деревянную чашку за пару монет, чтобы не разбивалось. И вот однажды вечером сидят они тихо как-то и видят, что их маленьких, четырехлетний сын, сидя на полу, сколачивает какие-то четыре дощечки. «Что ты там делаешь?» спросил его отец. «Я сколачиваю корыца», отвечал ребенок. «Из этого корыца стану кормить батюшку с матушкой, когда вырасту». «Вырасту и буду как папа». Многие дети, произнося эти слова, не осознают всю их правду, насколько эти слова на самом деле реальны. Потому, дорогие отцы, желаете внушить сыну уважение к его маме и, соответственно, к его будущей жене, что надо делать? Демонстрируйте уважение к своей жене. Сын будет это видеть, и он будет перенимать манеру. Не повышайте голоса на свою жену, отцы. Ваши сыновья, скорее всего, будут делать то же самое. Желаете приучить дочь к порядку? Не разбрасывайте свои вещи. Желаете, чтобы ваши дети не терялись в кризисной ситуации, в стрессовой ситуации? Продемонстрируйте пример хладнокровия и спокойствия, разумного анализа сами, и дети будут знать, что в такой ситуации делать и так далее. Попросту говоря, отцы, какими вы желаете, чтобы были ваши дети, такими нужно быть вам. Но как? Ведь у вас тоже были отцы, у вас тоже были матери, которые наложили отпечаток на ваше мировоззрение, слова, поступки. Вот что говорит Священное Писание. книга Второзакония, шестая глава, стихи с четвертого по седьмой. Второзакония, шестая глава, стихи с четвертого по седьмой. Слушай, Израиль, Господь Бог, наш Господь един есть, и люби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим, и всей душою Твоей, и всеми силами Твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце Твоем, и внушай их детям Твоим, и говори о них, сидя в доме Твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. Последний стих явно о воспитании детей, правда? Внушай их, вот эти заповеди Божьи, внушай их детям, говори всегда и везде, так? Но прежде, чем дойти до этого момента, вы видите, что это предложение начинается союзом И, да? И внушай. Что означает И? В дополнении к чему-то. Давайте посмотрим, что перед этим. Отмотаем вот этот отрывочек до начала и посмотрим, какой первый глагол без И. Это четвертый стих. С чего начинается? Слушай, Израиль. Слушай что? Слушай, каков Бог. Вот каков наш Господь. Слушай, слушай, Отец, слушай, вот каков Бог. Вот какова Его воля. Вот что Он о себе рассказал. Первое, что нужно делать родителям, познавать Бога. Познавать, каков Бог. Насколько Он прекрасен, притягателен, мудр, долготерпелив, много милостив и так далее. То есть все, что собой Бог представляет, вот слушай, читай, анализируй, учись, воспринимай информацию. Это первое. Первое. Знакомство с Богом. Каков Он и что Он сделал. Следующий стих какой? Пятый. Что? Слушай и люби. То есть любить можно того, только кого познаешь. Не абстрактную идею, а вот каков Бог. И чем больше ты о Боге узнаешь, тем больше в Него влюбляешься. Потому что Бог настолько прекрасен, притягателен, красив, величественен. Слушай и люби Господа Бога твоего, как всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими, то есть всем твоим естеством. И когда ты полюбишь Господа, зная, каков Он, обнаруживая заново, каков Он, тогда есть следующий и. Давайте шестой стих читать. И. Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. Любя Бога, родитель будет надлежащим образом относиться к заповедям Божьим. «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Это естественно. Если любишь личность, хочется ей угождать, хочется делать то, что угодно этой личности. И, зная Бога, полюбив Бога, ты примешь Его заповеди, Его законы на все сферы жизни. Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И последний и. В нашем отрывке седьмой стих. «И. Внушай их детям своим». И вот тогда, тогда, на этом основании наставления Отца будут иметь силу, потому что слова будут просто-напросто уточнением и прояснением, повторением того, что ребеночек видит в тебе отец, того, что ребенок видит в тебе мать. Вырасту и буду как папа. Желаю, возлюбленные, чтобы эта модель реализовалась в жизни каждого из вас. Дорогие отцы, в первую очередь, на вас великая ответственность, вы совершаете великое служение, вы программируете ваших детей. Пусть эта программа будет достойна. Пусть эта программа будет по воле Божьей. Аминь. Корректор А. Игорь Негода.